Александра Козлова «Даром я старшая была?» Все время, когда бы не приходила я в цирк, всегда я ставила свечечку, обязательно говорила «Николай – воин». 30 лет семья ждала солдата домой. Он не вернулся с войны. В 2013 году поисковой отряд обнаружил его останки под Феодосией. Кости эксгумировали и передали родственникам для перезахоронения. Столько лет дядя Коля пролежал, и никто не мог. Нет, и тогда молились, но молились мы без вести пропавших, а теперь-то мы знаем его, что он все-таки с нами. Николай Васильев ушел из жизни как герой. Взорвал гранатой дзот, в который прорвались фашисты. Сам погиб и унес с собой жизнь 12 врагов. Ежегодно только в Крыму таких безымянных бойцов находят сотни. Занимаются нелегким поиском специализированные отряды добровольцев. Работы у поисковиков не останавливаются на протяжении 12 месяцев. Две недели, в сентябре и в мае, они трудятся в полях. Остальное время работают в архивах и проводят разведку местности. Владимир Пшеничный работает поисковиком уже пять лет. В отряд Акманай попал случайно. Пришел на торжественное перезахоронение советских воинов и понял, что хочет посвятить жизнь чему-то важному. В работе используют не только традиционные лопаты и кисти. Со временем обзавелся специальным оборудованием. Глубинные металлоискатели есть, несколько штук. 3-4 метра в глубину берет. То есть, чтобы понятно было, значит, боец может быть и в окопе на дне находиться. Это метр 20 где-то получается. И глубже бывает. Высота 66,3. Подняли бойца. 22 сантиметра от уровня земли уже подошла ботиночка. Очевидцы рассказывают, что после войны степи Восточного Крыма были усыпаны телами солдат. Современное оборудование очень помогает искателям обнаружить безымянные могилы. После самое главное – идентифицировать бойца. Здесь важна каждая деталь. Все цветные вещи подписаны ввиду того, что фронтовая жизнь, чтобы они не потерялись, они их подписывали, они им очень дороги были. Но не каждый раз, точнее скажу, чтобы определить точно судьбу солдата по подписной именной вещи, надо сопоставить очень много «но». В данном случае в ушаковых МС за месяц в одном квадрате было 10 человек. Но иногда ни работа в архивах, ни в лабораториях не помогает идентифицировать останки. Только 5 из 100 бойцов находят свои имена и родственников. Поэтому для поисковиков большая удача обнаружить при воине его именную капсулу. Вот она, эбонитовая капсула с анкетами данных бойца, который в простонародье зовется смертным медальом. Вещь, которая хранит в себе данные о бойце, которая позволяет идентифицировать его и найти родных и близких погибшего героя. Во многих случаях эта капсула не была заполнена, потому что часть советских бойцов была попросту неграмотная, чтобы заполнить данные на себя. Часть считала это дурной приметой. Иногда для раскрытия такой капсулы разворачивают целые полевые лаборатории. Все специалисты, рассказывает Александр, работают исключительно на добровольных началах. Считают это занятие делом чести. Для всех жителей нашей страны, погибшие и пропавшие без вести до полетного времени на фронтах Великой Отечественной войны, это святые люди. И возвращение их в семью так, через поиски, через возвращение имен, через возвращение истории о их жизни, ратном подвиге, боевом подвиге. И, конечно, история их гибели на войне, это всегда трогает, это важно. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Главный девиз поисковых отрядов. Добровольцы уверены, что трудятся во имя будущего. Помня, именно павших наше поколение не должно допустить, чтобы война повторилась. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня.